Новогодняя рождественская пора в социально-педагогическом центре. Время гостей. К воспитанникам учреждения приезжают представители различных организаций и ведомств. Привозят подарки и сладкие угощения. Накануне Нового года побывали в центре офицеры Брестского гарнизона и пограничные группы, а также депутаты и ветераны. Мы уже более 8 лет взаимодействуем с данным социальным приютом. Данные подарки все подготовлены за счет средств, собранных офицерами Брестского гарнизона, а также пограничной группы. На сегодняшний день, вот сами видите, подарки находятся у нас и многофункциональное устройство, а также сладости детям на Новый год, мандарины, сок, конфеты. Потому что данные дети не должны остаться наедине со своими проблемами. И ежегодно мы проводим такую акцию. Военные давние друзья центра приезжают не только на праздники. Дети здесь, как правило, находятся не больше полугода. За этот период решается вопрос или о возвращении их в родную семью, или об определении под опеку государства. Несмотря на все усилия специалистов, для ребенка это стрессовый период, во время которого ребятам особенно важно чувствовать тепло и заботу. Я очень рада, что у нас в Бресте есть очень много неравнодушных людей, которые приходят к нам, которые делятся с нами, с нашими воспитанниками теплом своих сердец. И приносят нашим детям частичку новогоднего праздника, которая помогает нашим воспитанникам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, тоже почувствовать себя нужным и знать, что у них может быть замечательное, прекрасное будущее. В настоящее время в приюте социально-педагогического центра живут 20 мальчиков и девочек от 3 до 18 лет, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Мы всегда бываем очень рады, когда эти дети могут вернуться в свою родную биологическую семью, когда родители исправили условия проживания, допустим, изменили свой образ жизни, и когда они возвращаются к родным, папам и мамам. Но я говорю, что если родители не изменили образ жизни, значит, тогда мы после полугода пребывания здесь стараемся подобрать ребенку другую семью. Например, в качестве приемного родителя-воспитателя.